Сотни часов и десятки тысяч километров за рулем. С декабря в среднем мы проезжаем за месяц по 6-7 тысяч километров. Дмитрий с начала российского вторжения занимается эвакуацией маломобильных людей из опасных зон. Сегодня он и его команда спасают 84-летнюю Людмилу Кудряшову из города Белополье в Сумской области. Слава богу, эвакуация прошла спокойно, без прилетов. Белополье находится всего в 7 километрах от границы с Россией. Город подвергается постоянным обстрелам. На той неделе, по-моему, нас бомбили. Как раз в самом центре города, я в центре города Белополье живу, в центральной улице. И попала бомба через улицу так, в дом. Дмитрий нашел Людмиле место в доме престарелых под Киевом. Бывает, что к некоторым людям мы привязываемся, мы пропускаем их через себя. И ты относишься уже к этим людям не как к чужим. Ты относишься к ним, как будто это твои родственники, близкие. В фонде Дмитрия около сотни волонтеров в разных регионах Украины. Они общаются с родственниками, нуждающихся в эвакуации. Юрий понятия не имел, как перевезти свою лежачую мать из Белополья в безопасное место. Ему помогла команда Дмитрия. Ей коляску предоставили, перевезли маму на поезде, сделали все хорошо. Они нашли для нас местечко. Мы впервые приехали в Тростенец. Там в Тростенце тоже было опасно, но по нам хотя бы не стреляли. Но там условий не было для жизни. Бабушку нужно постоянно обстирывать. Потом нашли вот это местечко. Позже команде Дмитрия удалось эвакуировать всю семью Юрия, а также девять кошек и даже несколько растений. Они нашли жилье в Киевской области. Самая большая проблема – найти приют для человека с ограниченными возможностями. Найти приют, который будет включать в себя все, что необходимо для этого человека. Поскольку война продолжается, Дмитрий и его команда каждый день получают запросы на эвакуацию. Они говорят, что продолжают отвечать на все поступающие звонки.